Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Что это значит? Она начинает. Мы видим в Левитии 12 главы 1 по 3 стих И сказал Господь Моисею, говоря, скажи сынам Израилам, если женщина зачнет и родит младенца мужского пола, то она нечиста будет семь дней, как во дни страдания ее очищения. Она будет нечиста, во восьмой же день обрежется у нее крайне плотиво. В шестом стихе По окончанию дней очищения своего сына или за дочь она должна принести однолетнего огнца во всесожжение и молодого голубя или горлицу и жертву за грех к входу скини собрания к священнику. Мы знаем, что мальчиков делали обрезание на восьмой день, но после месяца очищения они должны были принести его в храм. Когда дни очищения были закончены по закону Моисея, то принесли его в Иерусалим. Что случилось? Марьян только принесла две птички, и она не принесла овцу. И что было, как бы, исключение было, что они были бедны, что они не могли купить овцу, тогда они могли принести эти две птички или два голубя. И что это нам значит, что мы знаем, что у них не было денег, потому что, ну, у ее была овца сына Божьего с нее. Посмотрим назад, Левит, 12 глава, 8 стих. Если же она не в состоянии принести онца, то путь возьмет двух горлиц или двух молодых голубей. Одного во всесожжение, а другого в жертву за грех. И очистить ее, священник, и она будет чиста. Потом, когда они пошли в Египет, кто помнит, сколько дней они были в Египте или как долго? Как долго они были в Египте? Когда был он, когда Иисус родился? Где-то в сентябре или октябре. И потом где-то через месяц, потому что после того, как его уже принесли в храм, потом был сын, был сон у его отца, чтобы уйти в Египет. Так что они были в Египте только где-то шесть месяцев. И это может быть доказано. Посмотрим на следующую главу. Левит, 13 глава, 1 по 3 стих. Сказал Господь Моисею и Аароно, говоря, когда у кого появится на коже тела его опухоль, или лишай, или пятно, и на коже тела его сделается как бы язва проказы. Кто из вас знает о этой проказе? Сейчас говорят, что в Флориде растет эта проказа. Но вы должны знать, что та проказа, которая в Библии, это не то же самое проказа, которое есть сейчас. Потому что библейская проказа может быть в доме или на одежде, а в наши дни нету такой проказы. И я хочу доказать вам, что злой разговор в Библии как бы был один из приятелей этой проказы. Вот есть слово для, как бы, как бы, чума. Это слово для чумы. И говорит, что у человека, у которого есть эта чума, он должен был бы принести в храм, или не в храм, но к, как бы, священнику. И священник должен проверить этого человека. И если волос уже стал белым, то это уже доказано, что это тогда проказа. И что потом священник должен сделать? Он должен экзаменировать его, и он потом должен сказать, что он не чист, этот человек. И потом, если ты уже доказан, что ты не чист, то тебя, как бы, выбрасывает из лагеря, из стана. Так что это слово, оно может означать чума. Ну, оно также может знать, как бы, как бы, что ты был, ты был, как бы, будь пораженным. Написано в Висайи 53 глава 4 стих. Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что он был поражаем, показаем и уничижен Богом. Вот это слово, поражаем, это то же самое слово, как чума. Это, как бы, быть пораженным. Значит, поражать кого-то, это может быть, как ударить кого-то. Это то же самое слово, нога, как чума. Поражаем, поражаем, не знаю, кем? Богом. Написано, он был поражаем Богом. Ну, проказу люди, как бы, на себя приносили. До сего дня евреи говорят, что Исайя 53 – это не, как бы, часть Библии. Но евреи 2000 лет назад говорили о Исайе как часть Библии. Так что, это в Санхидрионе было написано. Так что, это слово, которое, как бы, быть пораженным, как пораженным болезней, также может просто означать ударить, как бы, рукой или чем-то. И вы, я думаю, уже знаете, что Ищуа был бит. Его били кулаками. Его били, как бы, тростником. Пилат пришел к Ищуа, и что он сделал? Он, 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 он бил его. Они поразили его. Лук, от Луки 22 глава. Люди, державшие Иисуса, ругались над ним и били его, и, закрыв его, ударяли его по лицу, и спрашивали его про реки. Кто ударил тебя? От Мафея 27 глава. И плевали на него. И, взяв трость, били его по голове. Так что, это произошло с нашим Христом. И так, как прокаженного человека все, как бы, от него отвергали, так же и Мессию отвергли. И даже есть, есть даже, как бы, такой дворец, о котором говорится, и, и тут, как бы, Христос придет, и все эти, все эти грехи, все это пришло на Христа. Посмотрите на это. Левития 13 глава, 5 стих. В седьмой день священники, осмотрев его, если язва остается в своем виде и не распространяется язва по коже, то священник должен заключить это на другие семь дней. В восьмом стихе священник, увидев, должен экзаминировать. И что, как бы, что должен священник сделать? Что должен он сделать? Он должен исследовать. Также в 17 стихе священник осмотрит его. В 20 стихе священник осмотрит его. В 26 стихе, если же священник увидит, то он должен осмотреть. Все эти стихи, он должен осмотреть его. Я думаю, может, Бог хочет, как бы, осмотреть его. Если он говорит, что он должен осмотреть его, то для чего он осматривает его? Есть две вещи, которые должны случиться. Он должен осмотреть его, если у него есть эта проказа, потом их выбрасывать с лагеря. Но если он оселился, то это... Если он оселен, он может назад зайти. Если священник опять проверит, и он оселен, то он может возвратиться в лагерь. И вот что просто прекрасно. Исселение приходит перед тем, как они могут быть освящены. В ответ 8, 20... И вот возошел прокаженный, и он сказал, Господи, если хочешь, можешь меня очистить. И этот человек говорит, ты можешь осветить меня, потому что ты должен был исселен перед тем, как ты можешь быть освящен и очистить. Иисус Ищуа, он простирал руку свою и трогал его. И теперь Ищуа должен был быть очистен. И смотрите на это. И сразу его проказа ушла. И говорите ему, Иисус, смотри, никому не сказывай, но пойди покажи себя священнику и принеси дар, как повелел Моисей до свидетельства им. Почему он сказал, чтобы он пришел и показался священнику? Да, потому что через всю историю никакой еврей не был очистен от проказы. Так что они никогда не были очищены. И вот было свидетельство, вот было свидетельство, что Христос здесь, Ищуа здесь, потому что он очистил прокаженного. И облако отошло от скини, и вот Мариам покрылась проказой, как снегом. Араан взглянул на Мариам, и вот она в проказе. Библейская проказа, это не та же самая проказа, которую мы сейчас слышим. Что была причина, откуда эта проказа приходила в Библии? Эта причина была злая речь. Мариам была зла на Моисея за женщину, на которой он женился. Это была евтиопская женщина. И Мариам не нравился этот факт, что Моисей женился на черной женщине. И Иисус услышал, ты любишь только белое, окей, ты будешь белое, потому что тут написано, что она стала белая, она была белая, как смерть. И из-за ее злой речи, она стала прокаженной. Посмотрите на это. Следующая наша как бы тема будет проказа. Есть слово для проказы. М. Садэ. Рэш и А. Мецора. Мецора. И что причина? Если разделить это слово, то разделить его прям по половине, есть зл... как бы злая речь. Даже в самом слове оно есть. Оно ярко, как день. Псалтирь, 64 стих, 4 глава, 3 стих. Который израстил язык свой, как меч, напрягал лук свой, язвительное слово. Слова это как... Это как стрелять с лука. Стрелять эти стрелы. И... И все вот эти стрелы, этих плохих слов, не... Часто эти слова, они могут быть как яд. Злые слова всегда, всегда ведут к злым, как бы, деяниям, к злым действиям. Мы думаем в нашем мозге, я убью этого человека. И потом говорят словом, я убью этого человека, и потом кто-то убивает человека. Это всегда начинается в мозге, в уме. Так что, надо остановить перед тем, как... То, что в уме стоит, как бы... Смотреть по Торе, то эти слова могут делать великое, великое зло. Это большая вещь, к которой я хочу возвратиться. Всегда есть очищение после исселения. То, что, про что было все это, как бы, свидетельство, что никто никогда не был исселен, так что они не нуждались в очищении. Но теперь кто-то приходит к этим священникам и говорит, меня... Меня должны очистить. Они говорят, мы это уже, как бы, давно не делали, нам надо посмотреть, что это есть. Что происходит? Что теперь они узнают, что Мессия есть там. Христос есть там. Марк, 1 глава, 40 по 45 стих. Приходит к нему прокаженный и, умоляя его, и падая пред ним, на колени, говорит ему, если хочешь, можешь меня очистить. Иисус, умилосердившись над ним, простер руку, коснулся его и сказал, хочу очистить. После всего, слово проказа тотчас сошло с него, и он стал чист. И он сразу ему сказал, смотри, никому не говори, но пойди, покажи священнику за очищение твое, что повелел Моисей. его уже очистил Мессия, Христос. Никогда не было человека, который был исселен от проказа, и он был первым. И он вышел, и он всем начал говорить об этом деле, и Христос даже не мог, Мессия не мог зайти даже в город, потому что все ему приходили. Посмотрим в 2-е царство, 4-е царство, 5-я глава, 1-й стих, Неман, военачальник царя сирийского, был великий человек у господина своего и уважаемый, потому что через него дал Господь победу сирианам. Сирианы были, они были враги Израиля, и он был прокаженный. Теперь посмотрим от Луки, 4-я глава, 27-й, 29-й стих. Много также было прокаженных в Израиле при пророке Елисея, и ни один из них не очистился, кроме Немана. Кроме этого человека, который был, можно сказать, врагом Израиля, он был капитан армии, которая была в земле израильской. И они были так злы на Христа, что они хотели сбросить его с скалы. кто из вас знает, что мы должны знать библейский календарь? Кто из вас знает библейский календарь? Я сейчас узнаю. когда еще поговорил о той истории, какой день это был? Вы так хорошо это знаете, это был Йон Капор. Это был день, который это случилось. Если вы знаете, в Йон Капор есть два козла, один был убит, как бы, а другой был Азазел, и это был, как бы, это был, как бы, козел отпущения, и этот козел отпущения, его, как бы, можно сказать, бросали из скалы. И они были все злые, и они хотели сбросить его из скалы. Матфея, 11 глава, 4-5 стих. И сказал им Иисус в ответ, пойдите, скажите Иоанну, что слышите и видите. Слепые прозревают и хромые ходят, прокаженные очищаются и глухие слышат. Мертвые воскресают и нищие благовествуют. И теперь он, когда Иоанн был в тюрьме, Иоанн послал своих учеников, чтобы они спросили Христа, есть ли ты, ты есть Христос или нет. Что был настоящий вопрос? Он верил в две мессии. Иоанн думал, ты первый мессия или ты второй мессия или ты обои мессии. И смотрите, что еще ему ответил. Пройдите, скажите Иоанну, что опять, что слышите и видите, слепые позревают и хромые ходят, прокаженные очищаются и глухие слышат. и потом он знал, Христос был мессия. Вот есть как бы рецепт, от чего нужно было, чтобы очистить прокаженного. Это было две живых птиц, также дрова, шерсть, а также хисоп, это как бы переводится как исоп, и также вода. Так, что происходит? Одну птицу убивают над этой водой, и это производит как бы воду, смешанную с кровью, и птица, которая живая, ее завязывают к как бы к этому куску дерева, к кедровому дереву, и живую птицу потом как бы умокают в эту воду с кровью, и потом эту птицу выпускают, но это занимает две птицы. кедр, его знают, что это дерево как бы оно не будет просто разлагать, так что если это перевести, то это как бы тут есть очень много параллелей между Христом и это как бы религия, ну это религионная традиция. Посмотрим в Изекиле 44 стих 4 по 9 44 глава 4 по 9 стих. Кто из вас изучал Изекиль? это о милене как бы тысячелетней как бы царства. Он принес Изекиля к храму и видел, и вот слава Господа наполняла дом Господа. И пал я на лицо мое и сказал мне Господь, Сын человеческий, прилагай сердце твое ко всему и смотри глазами твоими и слушай ушами твоими все, что я говорю тебе о всех поставлении дома Господа, всех законах Его. И вот говорит дом смотрите что Израиль делал перед тем как храм был разрушен. Мой тух и кров и рушать совет мой всяким мерзостям вашими. Вы как бы разрушили вот этим людям. Вы не исполняли стражи усветные моих они как бы они брали не не обрезанных людей как бы не евреев и они их ставили в храм. то же самое как священник должен был писать Бог хотел чтобы только работали в храме эти так так говорит Господь никакой не обрезанный человек не может зайти в дом и этот новый храм который будет построен в тысячелетии будут люди которые будут все равно иметь не обрезанное сердце если даже они обрезаны в теле они их тело может быть обрезанным но сердце их не не обрезаны и Бог их не впустит если их сердце не обрезаны изеки 45 глава весь народ земли обязывается делать все проношения князи в Израиле а на обязанности князя будут лежать всесужение и хлебное приношение и возлияние в празднике и в новомесяче вот мы имеем также и новую луну все должны будут иметь новую луну все должны соблюдать эти христос как бы уже сделал как бы его смерть уже покрыла все эти жертвоприношения не было никаких жертвоприношений для грехов которые были сделаны как бы специально только могли принести это жертвоприношение за грехи которые были сделали не как бы специально зиккаль сорок пятая глава восемнадцать под двадцатый стих так говорит господь первом месяце это в ниссан один который месяц пасхи в первый день месяца возьми из стада волов тельца без порока и очисти святилище тоже сделай и в седьмой день месяца за согрешение умолошения и по простоте и так очищайте храм что приходит это будет пасха из кель из кель сорок пятая глава в первом месте четырнадцатый в четырнадцатый день месяца должна быть у вас пасха праздник семидневный что мы знаем о четырнадцатом и пятнадцатом дне месяца полная луна это полная луна и потом приготовить для себя и для всех людей город людей это жертвоприношение символов и тут много деталей жертву за грех такое жертв сражение и седьмой месяц пятнадцатый дней место опять полная луна и опять будет праздник кущей но в субботу будет открыть в день новой луны мы будем иметь шаббат в не первый день недели но шаббат будем иметь тысячу лет и месяц все знали что это этот шаббат посмите на языке 46 13 по 15 стих каждый день приноси господу всесожжение однолетного онца без порока каждое утро приноси его а хлебного приношения прилагай к нему каждое утро шестую часть ефы будет жертвоприношение каждый день в это тысячелетие бог еще не закончен с этим жертвоприношением и сам христос будет там мессия будет там чтобы принимать эти жертвоприношения давайте встанем мы благодарим тебя господь за всех кто сейчас здесь и всех которые есть по всему миру который хочет быть свет все жертвоприношения их не идут к тебе чтобы распространять твое слово и твое царство мы хотим найти людей которые умножают мы так благодарны тебе чтобы увеличивать твое царство аминь я знал лори где-то 10 до 15 лет и она была с нами на одной из наших поездок в израиль она также пригласила меня в NRB и вы видите почему мы хочем также ближе работать с PRGN и финансировать их кто из вас знает как плохо наша школьная система сейчас сейчас есть какая-то битва между церкви которая церкви и просто злом который пробует учить детей спасибо всем к сезре мы мы очень рады быть здесь всеми вами и чтобы слышать ваши хорошие как бы помощь я хочу вам рассказать почему я здесь пару фотографий мы сейчас поставим на экран пастор марк я учила еврейские корни нашей христианской веры но в наш вилле не было никаких пастырей которые учили про наши еврейские корни христианства некоторые пастыря даже говорили уходите от этих как бы групп которые верят в еврейские корни христианства но я нашла пастыря марка я думаю боже он 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 как бы он подтверждает все что я думала и это что начало нашу как бы нашу дружбу где-то 10 или 12 лет назад я была здесь в другом здании но я просто так благодарна что я имею вашу помощь и и у нас есть много работы еще сделать и и я я думаю каждая служение должна иметь такой маскот он очень хороший я хочу просто чуть-чуть с вами поделиться про как я тут появилась или давайте начнем с семилетним я прочитала это как бы эту статью это как бы учат уже семилетних детей что Израиль должен быть уничтожен это это в Вашингтоне в шорлайн Вашингтоне это первых классников учат это что их учат о Израиле вы можете только представить что учат этим детям этих детям в следующей фотографии демократы ставят демократы Хамас я не знаю если все вы это знаете но не каждый штат как бы обязывает чтобы учили людей о о холокосте Один человек должен себя спросить как 6 миллион людей могли убить 6 миллион евреев в верующей стране потому что в то время Германия считалась как верующая страна и я позвонил пастырю Марку и я его спрашивал вы видели эти статьи я ему прислал их должны быть люди в Вашингтоне которые не согласны с этим с этим хламом и он сказал приходи ты говори со служением и это как я здесь появилась я хочу с вами говорить про это потому что кто из вас знает или знали от эти две статьи но после того как эти статьи выпустили ничего как бы ничего не случилось родители не ходили и не как бы ничего даже не говорили этим школам так что пастырь Марк сказал приходи и поговори с моим служением и расскажи им вы все должны знать что Америка сейчас как бы подрезает страну Израиля потому что что они разрешают учить в школах если мы хотим продолжать иметь наше отношение с Израилем мы мы как люди где-то 82% американцев поддерживают Израиль но что происходит что лидеры в наших штатах или в Вашингтон Ди Си даже в наших школах они против Израиля и мы уже видим пропаганду с октября седьмого они учат о октябре седьмом и не учат как как убивали людей там как их прям резали это не учат детям но детям учат учат детей о войне на газу извини меня а что на эту войну на Израиль они полностью это игнорируют и это что сейчас учат детям некоторые из вас может быть сейчас не имеют детей в школах или может даже но если платите таксы то вы платите за эту пропаганду вы помогаете распространять эти обманы против Израиля это наша работа чтобы что-то сказать Израиль я говорил из один из наших адвайзеров доктора Шендер Афанзи я с ней говорил раньше она мне прислала месяц и через месяц я видела что она имеет плохой день она уже почти ей почти 70 лет она уже не может так легко двигаться вокруг как она может и уже даже израильская полиция говорит людям что если вы не можете быстро передвигаться то оставайтесь дома потому что Иран сейчас говорит что они будут нападать на Израиль можете представить жить под этим давлением я проверял на моем телефоне такую программу которая показывает каждый раз когда ракету отсылают на Израиль и каждый день эта программа на моем телефоне пищит что эти ракеты отсылают на Израиль это что они учат нашим детям что эта земля не принадлежит Израилю и что Израиль это просто это их земля что они просто оккупант один человек сказал что Израиль это не это не как бы это не земля которую как бы мы не знаем что Израиль это освобожденная земля да это освобожденная наших детей не учат правду и историю президента Израиля как бы даже говорят что может быть его попробуют убрать хочет опять иметь выборы и это как бы с чем они они должны каждый день это их жизнь каждый день христиан которые знают что Господь сделал этот как бы этот завет с Израилем и мы знаем что это народ Божий Израиль мы должны выбрать будем ли мы с нашими братьями в Израиле и будем ли вы если мы эту работу не передадим потом нашим детям не будут дети которые могут эту работу сделать потому что они или не будут вообще не знать про это или они будут наоборот даже против Израиля и не будут говорить согласны с палестинской авторитетом это как Токер Карлсон Токер Карлсон у него есть интервью где он делает интервью одного лутеранского пастыря и посмотрите на этот интервью потому что он просто как бы говорит обманы он может быть хорошим он может быть хорошим репортером но как теолог он не знает про что он говорит и это просто стыдно что он не имеет достаточно библейского знания чтобы знать что что то ему говорят это обман стив кори имеет в Иерусалиме собрание также в Вифлеме он и его семья их на них нападали на них палестинская автория авторитет на них нападал потому что они их не конгрегация даже не может получать сертификат рождения потому что они не часть этой агенты почему так не интервью не делает интервью этого человека я все это говорю чтобы спросить вас вы видите сколько это уже как бы сошло в нашу культуру это в наших школах в нашей мидии в государствах они имеют сильное влияние на как это все имеет сильное влияние на как люди смотрят на страну Израиль Рубен Гад и пол колена Манесы они спросили если они могут просто остаться на другой стороне Иордана и там были хорошие поля их семьи могут там жить и Майхсей как бы ругал их он сказал им вы не будете переходить эту реку Иордан и помогать вашим братьям взять эту землю Он сказал вы и все ваши мужи которые могут мужи войны вы пойдете и поможете своим братьям взять эту землю Мы должны перейти через эту реку или в нашей ситуации через этот океан потому что Бог дал им это обитание Я думаю мы все согласны что мы живем в последние дни что в последние дни Бог истребит всех потомки и дома будут истреблены потому что их братья их держали как бы как и они не помогли своим братьям в тот день когда Израиль станет в нашей жизни когда мы увидим что Израиль станет будет страной свободы да мы были в шоке про что случилось в октябре седьмом но я думаю многих из нас это уже ушло с наших мыслей и мы уже не думаем о том что там происходит это так важно чтобы наши дети чтобы следующее поколение было научено эту правду мы будем стоять перед Богом и мы будем нас Бог будет судить я думаю многие из вас может думают ковид ковид был очень ну ужасно для всех многих людей забрали их свободы многие умерли но видели мы в чем была наша битва когда мы видели что дети приходили домой и должны были должны были иметь свои классы дома и некоторые родители просто слушали что что эти учителя учат детям я даже знаю одну мать которая начала во время этого класса на зуме начала спрашивать учителю почему ты учишь это детям почему ты учишь эти обманы раньше учили детей как читать как писать как математику делать но теперь это уже не их интерес сейчас интерес их интерес чтобы отупеть следующие поколения чтобы перевернуть эту страну но это история о силе одного человека многие из нас может быть не интересуется в политических делах может некоторые даже не интересуются в том что происходит в наших штатах или мы все часто смотрим на большие выборы как президентов но кто из нас знает кто наши города ведут наши законодатели наши майора наши шерифы это все важные позиции это важны потому потому что эти люди они можно сказать даже они контролируют нашу жизнь даже я бы сказала больше чем государство федеральное наше местное государство выбирает какие книги в наших школах в 2012 году была мать которая жила PJT Watchmen Team ее сын он был он он был дома он учился дома он не ходил в домашнее обучение она мне звонит и она говорит ты никогда не поверишь что наших детей учат в школе Williamston county в Теннессе это очень консервативное место очень консервативное место в нашей стране одно из я бы сказала 10 самых консервативных она сказала мой сын пришел домой сегодня из школы и он меня спрашивает кто кто имеет права земли израиля спрашивает у своей мамы и она спрашивает ну что библия говорит он говорит я знаю что библия говорит но скажи мне правду это мальчик который имел домашнее обучение был в церкви но только заняло три месяца от того что ему учительница говорила в школе чтобы полностью перемыть его мозг он сказал я знаю что библия учит но скажи мне правду кто имеет настоящие права земли израиля ну я вижу этот контракт который бог сделал с авраамом исааком и яком но это все перешло его голову когда его учитель в школе как бы испытала его одна из вещей которая написана в этой книге это это книги книга о географии можно сказать те из вас которые сидели за израилем это 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 было о спарр пиццерия бомбинг это было как бы когда террористы взорвали взорвали иудеи в этой книге не было никаких фотографий ничего не сказали но они просто сказали что что эти люди которые террористы которые убили столько людей они брались за свою свободу эта книга это против Америки это против Израиля это против даже тех против даже тех вещей которые в Библии это было 12 лет назад уже как бы переучивали наших детей о Китае это что наших детей сейчас учат еще просто пару примеров был сегмент в этой книге который говорил о Аврааме когда Бог как бы привел взял Авраама из земли Ур правильное место было Канаан да это куда Авраам пошел когда Бог его вывел в Библии не написано Ханан в Библии написано Палестин во время в Египте когда Моисей вывел вывел людей из Египта куда Моисей ввел людей в Ханан в Палестин в этой книге написано Палестин просто поменяв заменив это имя они переучивают целое как бы поколение людей и детей что что эта земля не принадлежит Израилю и это что их учат это что они выучат мы мы пробовали убрать эту книгу есть процесс как бы через который можно пройти чтобы попробовать чтобы убрать книгу из из школы вы все это можете найти на вашем мы мы ходили ко всем в этой школе чтобы попробовать чтобы убрать эту книгу и потом они сказали что мы сделаем какой-то как бы выбор я знал что это я знал что это я знаю что мой муж где-то здесь но мы 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 начали спрашивать у родителей мы выпускали эту информацию на радио где-то 30-40 секунд о маленьких просто примеров и я знаю что у вас есть наверное тоже консервативное радио но мы просто делали эту рекламу чтобы люди пришли на этот школьный совет и на этот совет пришли заседания этого школьного совета и обычно я думаю вы знаете что это обычно этот совет это просто пустое место там никого нету обычно но этот раз люди приходили и приходили столько людей пришло что уже только можно было стоять и люди люди подписались чтобы говорить и они ходили через процесс родители просто люди которые платят таксы они пришли и они сказали мы хотим чтобы эту книгу убрали я сказала что вы услышали от нас людей если вы не уберете эту книгу я сказал им что если вы не уберете эту книгу то мы уберем всех вас из вашей позиции я служу большому богу и я знаю что он может и они сделали выбор тот вечер и они выбрали чтобы оставить эту книгу после того как они услышали всех этих людей они выбрали чтобы оставить у нас было 4 месяца мы должны были найти кандидатов которые 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 бы заменили тех людей мы убрали 6 мы убрали 6 членов этого школьного совета потому что эти книги которые были в школах первое они были как бы мы нашли больше книг так что мы приходили на совет и мы приходили вот эти книги Pearson Publishers и мы спрашивали что это что вы ставите в книги и мы сделали чтобы они убрали вещи из их книг вы знаете о Pearson кто из вас знает Pearson Publishers они тех из вас которые не знают это самая большая компания по книгам в мире учебников они их их не самые большие их не самые большие инвестера это из Арабии из из Лама и Pearson когда законодательный орган когда они увидели что Pearson ставит в эти книги то поставили новые законы это был очень большой шаг для нас и мы работаем в других законодательных органах чтобы это сделать мы мы были также на Fox News и люди смотрели на книги из них детей они видели эти вещи то же самое которые мы видели я принесла эти книги я показала даже одному гувернатору он сказал я иду я иду как бы чтобы быть гувернатором его поставили гувернатором и он поставил свою стратегию чтобы убрать этот Common Core и чтобы убрать эти книги и он сказал причина почему я убираю эти книги потому что кто-то их не принес это только занимает одного человека и он поменял эти законы его его отделение его отдел образования они пригласили нас чтобы посмотреть на новые книги какие они могли бы выбрать теперь 1.8 1.8 миллион детей в Флориде будут знать как Библия имела большое влияние на формацию нашей страны эти 1.8 миллион детей будут знать о Библии Флорида был первый штат Теннесси тоже они также будут теперь учить о еврейских корнях нашей страны нашей веры ваш штат вы ваше имя это от первого президента нашей страны Джордж Вашингтон у вас есть эта обязанность чтобы учить ваших детей почему этот штат назвали в имя это Вашингтон если вы знаете Хайм Салом он был богатый банкер который как бы который платил и помог Джордж Вашингтону чтобы освободить Америку он умер бедным человеком но он был ортодоксальным верующим иудеем который помог освободить эту страну вы видите что много историй мы не учим нашим детям мы сами эту историю не знаем будем ли мы передавать это следующему поколению будем ли мы это делать потому что я вам сейчас говорю стратегия стратегия которую я вам дала сегодня эта стратегия работает мы делали это в Флориде мы делали это в Теннесси мы делаем сейчас это и в Ахайо в Аризоне в Техасе и когда я позвонил пасторю Марку чтобы сюда приехать я знаю что сейчас есть время для вашего штата также потому что сейчас наши свободы пробуют собирать убрать если мы не будем защищать нашу свободу библейскую историю нашей страны это что делает нашу страну великой в 1080 годах один человек из Франции пришел и хотел узнать что делает Америку великой он хотел узнать что делает Америку такой великой он он был по этой всей стране и он он сделал он пришел к выводу что 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 делает Америку такой великой это вера этой страны потому что вера этой страны имела великую как бы великое значение на политику эти и это почему наше как бы внимание мы у нас есть как бы мы хотим учить родителей и давать вам стратегию чтобы переверачивать ваши школьные как бы ваши как бы школьные ваши школы очень важны если вы платите таксы мы будем собирать наших детей к фундаменту этой страны мы несем эту ответственность большинство из школ в нашей стране даже не знают о пюритане они даже не знают почему мы имеем голову ну как бы эту скульптуру голову Моисея в Вашингтоне и наверх всего этого мы учим наших детей чтобы ненавидеть Израиля как мы видели эти новостя которые показывали это сентимент который против иудеев это в чем они интересуются учить наших детей если они могут как бы забраться в наши школы то они могут поменять наше будущее все вы которые сейчас смотрите вокруг мира я думаю что вы не только включились сегодня служение это просто чтобы посмотреть пастора Марка вы также были и для другой причины я верю что Бог поставил нас на этот мир в такое время чтобы народ Израиля был новорожден чтобы наши братья наши еврейские братья чтобы они они знали что мы с ними стоим то же самое происходит и с израильскими детьми вы знаете что их даже не учат Тору эти дети не знают важность их истории если мы не знаем откуда мы пришли мы не будем знать куда мы идем мы не можем знать нашу судьбу если мы не знаем нашу историю я знаю может некоторые вас ненавидели историю почему я должен знать все эти времена ну теперь мы знаем почему это очень важно я хочу опять поблагодарить пастора Марка за эту возможность мы имели просто мы хотим прийти в ваш штат мы дать дать инструмент который вам нужен чтобы забрать ваши школы и назад вернуться пусть бог вас пословит спасибо вас всех что вы дали ваше внимание если вы хотите знать больше информации то веб-сайт есть pjtn.org и теперь вы знаете почему мы имели хорошие отношения с ними давайте поклоним для них и что мне нравится что лори не только любит израиль как написано в шама что также мы должны учить наших детей одно что я хочу что все знали что все молились иран только что иран запущил эти дроны сейчас против израиля израиль также закрыл школы и у них есть пару часов перед тем как эти дроны сейчас тогда долетят но сейчас идет эскаляция или усиление так что давайте будем молиться за израиля и давайте встанем возьмите ваши имена и адреса к лори и с этим начнем давайте помолимся отец мы благодарны что мы можем просто славить тебя я молюсь господь чтобы ты поставил наших сердцах чтобы не только быть слушателями твоего твоего слова но также чтобы мы были деятелями чтобы мы делали чтобы мы не только учили но чтобы мы делали то что мы уже научены наших детей господь наших школ если мы даже не имеем детей мы все равно платим такс чтобы как бы подтверждать эти ужасные книги господь мы просим чтобы ты мы так просто благодарны что ты любишь нас ты любишь твоих детей ты не только хочешь позволить твоих детей но ты хочешь поставить твое имя на них будьте благословенны Brief м Продолжение следует...